Установили сигнализатор загазованности, вот на это место подключили его в розетку. На уловки предприимчивых незнакомцев попалась бабушка Дмитрия Евтеева. В тот день 81-летняя женщина была дома одна. Вдруг пришли двое мужчин, представились газовщиками. За установку датчика ветеран труда дала им 6 тысяч рублей. Небольшая была поломка, утечка газа. То есть устраняли ее, и бабушка им сказала, и они как бы за это зацепились. Ну и обманным там своими уже какими-то путями уговорили ее на данный прибор установить. Не просто уговорили, а пригрозили, говорит бабушка, причем серьезным штрафом. Как выяснилось, точно так же пострадали и ее соседи. В связи с участившимися жалобами Роспотребнадзор разъясняет. Штрафы за отказ устанавливать газовые приборы, о которых мы сейчас говорим, не предусмотрены. Работники газовой службы обязаны устанавливать приборы контроля течки газа, но только в тех домах, которые вводятся именно в эксплуатацию. Как нам сказали сами газовщики, установить подобное оборудование абонент вправе даже самостоятельно. Но это при условии, что система газоснабжения не нарушается. При установке датчиков сигнализаторов загазованности еще должен устанавливаться отсычной клапан. Это могут делать только специалисты, которые имеют допуск к выполнению данной работы. Бронзированная кепка, рубашка и штаны. Вот что отличает газовщика от тех, кто хочет наживиться. Такую униформу в магазине не купишь. Ну и чтобы быть абсолютно уверенным, что перед вами стоит не мошенник, можно попросить документы сотрудника. Они есть абсолютно у каждого газовика. По таким же приметам можно распознать и сотрудника МЧС. Причем спасатели устанавливают пожарные извещатели бесплатно в квартирах социально незащищенных граждан, инвалидов и семей с пятью и более детьми. Отмечаем, что МЧС не осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. Как мы выяснили в МВД Республики, такой вид обмана по закону не преследуется. Эти действия расцениваются как гражданско-правовые отношения. И каждый потребитель сам выбирает, покупать или нет. Главное помнить, что делать это вы не обязаны. Сергей Хайдаров, Адр Сентальцев, ТНВ, Казань.